Темные аллеи Каждый из новелл, составляющих этот сборник – отдельная история любви. Темные аллеи Книга, по его словам, о трагичном, нежном и прекрасном чувстве издано в 1943 году в Нью-Йорке благодаря друзьям. В своих рассказах Иван Бунин будто бы подводит итог собственной жизни и всем наблюдениям, которые он за эту жизнь сделал. Писатель говорит о том, что самое ценное для человека – это все же любовь. Именно она может дать силы и вдохновение. И даже когда кажется, что любовь ведет во тьму, отказываться от нее ни в коем случае нельзя, потому что ничего более ценного в своей жизни человек не найдет. Под темными аллеями писатель подразумевал все потайные уголки человеческой души, где хранятся самые светлые и добрые воспоминания. Они и держат на плаву человека, оторванного от родины и от близких людей. Годы эмиграции стали для Бунина плодотворным временем, когда был создан его лучший цикл – темные аллеи. Темные аллеи Осенним пасмурным днем Тарантас подъехал к постоялому двору. Строгий военный зашел в избу, где можно было переночевать и отдохнуть с дороги. В избе было чисто. По всему было видно, что хозяйка держит комнату для путников. На большой печи варились щи. Это было понятно по запаху, который разносился по всей избе. Навстречу военному вышла женщина, внешне напоминавшая красивую цыганку. Было видно, что хозяйка постояла во двора уже не молода, но еще красива. Когда женщина обратилась к военному и назвала его по имени, он сразу же узнал в ней любовь к своей молодости, надежду. Кавказ Повествование ведется от имени любовника, у которого тайная связь супруга-офицера. Любовник живет в московской незаметной гостинице и ждет любимую женщину. Когда она приходит, то постоянно заводит разговор о том, что ее супруг о чем-то догадывается. Дама очень переживает, так как знает самолюбивый характер мужа и боится, что он способен на любой поступок. Муж, давно подозревающий супругу в измене, решает поехать по тому адресу, который она оставила. Но ни в Гаграх, ни в Геленджике жены не было. Офицер не может пережить такого предательства. И, выстрелив себе виски сразу из двух пистолетов, умирает. Поздний час. Главный герой на склоне лет вернулся из-за границы в родной город. Здесь он долго не был. Пожилой мужчина вспоминает свою первую любовь с юной девушкой. Несмотря на то, что прошло много лет, герой помнит все в мелких деталях и во всех подробностях. В памяти всплывает и белое платье его возлюбленной, и даже ее запах. Их счастью не суждено было сбыться. Смерть забрала у героя любимую женщину. Он смог пронести память о своей любви через всю жизнь. Красавица. Пожилой чиновник когда-то был женат на красавице. Но она умерла, остался только семилетний сын. Мужчина женился второй раз на красавице, которая не взлюбила сразу же пасынка. Сначала мальчик спал на диванчике в другой комнате. Но красавица решила, что бархат может протереться. Поэтому ребенка переложили спать на старый тюфяк на полу. Чиновник не смел возразить своей жене красавице. Он в угоду ей стал делать вид, что у него никогда не было сына. Мальчик, одинокий во всем мире, стал жить самостоятельно, не слышно и незаметно. Он стелил и убирал свою постельку, рисовал в уголке на грифельной доске и читал одну и ту же книжку. Дубки Герою было 23 года, когда отправился в отпуск домой, где встретил Анфису. Женщина была замужем, но это его не остановило. Молодой человек приезжал в гости просто так. Однажды Анфиса сама пригласила его в гости, сказав, что мужа не будет дома. Они сидели за столом и разговаривали, когда вдруг вернулся муж. Увидев, что пара сидит за столом, он приказал гостю уезжать. А на следующий день стало известно, что муж просто повесил Анфису. Его потом избили и отправили в Сибирь. Чистый понедельник На лекции юноша увидел девушку, которая ему понравилась. Молодой человек начинает за ней ухаживать, они много времени проводят вместе. К ночи он отправляется домой. Девушку интересует древнерусская архитектура и монастыри. Она говорит, что станет обязательно послушницей, а уже на следующий день пьет шампанское и веселится. После этого герой впервые остается у любимой ночью. И все-таки девушка решает уйти в монастырь. С горя молодой человек начинает пить. Они вновь встречаются через два года, но она уже стала монахиней. Рассказы цикла «Темные аллеи» писались на протяжении восьми лет, захватив период Второй мировой войны. В это время для людей главным в жизни было выжить. И помогали им в этом светлые воспоминания молодости. Те времена, когда люди были счастливы. О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей. В 1991 году на киностудии Мосфильм вышел художественный фильм «Темные аллеи», снятый по мотивам произведений Ивана Алексеевича Бунина. «Темные аллеи» «Темные аллеи» «Темные аллеи» Продолжение следует...